ПОЛИЦИИ! ПОЛИЦИИ! Правильные слова подобрать труднее, чем неправильные. Я вот с пятницы не знаю, как толком передать это чувство, когда твоя коллега, женщина, мать, жена, подожгла себя, не найдя никакого другого способа выразить все свое отчаяние и презрение к окружающему миру. Ирину Славину окружала Российская Федерация. Ее она и обвинила в своей смерти. Этот мир был ей враждебен и противен. Как это описать? Что сказать? Неправильные слова пришли быстро. Люди, которые целенаправленно, постоянно, неутомимо третировали Ирину, сразу сказали, что они тут вообще ни при чем, потому что Славина же просто свидетель. И просто так, как свидетеля, ее подняли на рассвете неодетую с кровати, распилили дверь, конфисковали, а по сути просто украли все, чем журналист может работать. Обычно так со свидетелями и поступают. Ведь так? И обыватели сразу нашли слова, сказав, что Славина эгоистка и сумасшедшая баба. Себя сожгла, а про детей не подумала. Обыватели знают, что говорят. К ним ведь тоже поутру врываются гопники в погонах, воруют вещи и выписывают штрафы за все подряд. Песков выразил соболезнование, но заметил, что трагедия Славиной не вопрос Кремля. Конечно, президенту Российской Федерации не досуг вникать в вопрос, почему молодая женщина убивает себя и винит в смерти именно Российскую Федерацию. Неожиданно человеческие слова нашел нижегородский губернатор Никитин. Понятно, что за его соцсети отвечают специально нанятые люди. Однако пиарщики же не сами по себе пишут, что попало. В конце концов, Никитин мог вообще промолчать или выдать какую-то адскую фразу, какие в 99% случаев выдают чиновники. Потому и удивительно, что губернатор вдруг кажется похожим на человека. Не для того губернаторы в России нужны, чтобы быть похожими на людей и говорить по-человечески. Вот вам и ответ на вопрос, при чем здесь Российская Федерация? Не для людей страна. Десятки миллионов в ней живут, а страна как будто для кого-то другого и для чего-то другого существует. А для чего? Для кого Россия нужна? Попробуйте вот на этот вопрос ответить. Вот здесь правильные слова найти или хоть какие-то. Дети Ирины вышли с плакатом, на котором было написано. Пока моя мама горела заживо, вы молчали. Ну почему молчали? Эгоисткой называли. Свидетелем. Не была Ирина сумасшедшей. Есть видео ее гибели. Ужаснейшие кадры. Мужчина подбежал к ней, пытался помочь сбить пламя, и она его оттолкнула. Не позволила. Потому что никакого иного выхода для себя она не нашла. Славина не объявила Российской Федерации войну. Не прибегла к насилию. И понимая, что страна, в которой она родилась и прожила всю жизнь, не меняется и не хочет меняться, решила, что значит лишнее в ней она сама. И страшнее всего, что чувства это есть у многих россиян. Просто не всех еще до такого отчаяния довели. Что-то похожее происходит практически, наверное, в каждом регионе. Ну, как я могу это характеризовать? Кто-то заигрался в борьбу с революционерами. Потому что это легче, чем бороться с реальной преступностью. А звездочки и галочки сыпятся, наверное, даже с большей чистотой, чем при рутинной, обычной работе по борьбе с настоящими преступниками. У Юры отнимали свободу слова. Она оставила себе право на свободу действия. Она сделала то, что считала нужным. И сейчас все остальное зависит только от нас, от тех, кто остался здесь. Она была единственным по-настоящему классным независимым журналистом города. Единственным. Потому что у нее была большая тяга к правде и сильная воля, как мы увидели из этого поступка. Она действовала вопреки сложившейся системе, которая не предполагает вообще наличие независимой журналистики. Что сказать об Ирине? Импульсивной, не мирящейся, с несправедливостью. Всегда готова была идти в бой на абразуру за каждое слово. Она сделала свою собственную газету. Она понимала, что идет на абразуру. Потому что если газета к кому-то прикреплена, то за нее более или менее кто-то может заступиться. Здесь за нее заступиться было некому. Такие люди, как Ирина Славина, люди честные, они не должны уходить. Они не должны умирать такой мучительной смертью. И ее смерть для нас очень серьезный повод задуматься о том, как мы живем, друзья. Следственный комитет уже на следующий день заявил, что все подозрения, что смерть Ирины как-то связана с обыском, беспочвены. Уже прям заявил как факт, как проверенный, как будто они провели большое расследование, сделали экспертизу и установили, что эти два факта не связаны. За пять минут, конечно, они ничего такого провести не могли. Просто сходу, сразу, на первый день, просто открестились и сказали, что это не мы, мы вообще ни при чем. Но это действительно звучит очень глупо, наивно. У множества людей мнение сложилось такое, что неоднозначно при чем. Они, видимо, не считают человеческие переживания частью своей работы. Для меня важно, из-за чего это все произошло. Для меня в любом случае это дикость. И такое могло произойти с любым человеком. Плюс ко всему она была журналистом, она занималась, собственно, такими же делами, по которым ее, собственно, в итоге довели. Вот. И, ну, для меня просто печален именно сам факт, что на ее месте может быть любой из нас. Она просто была именно идейным человеком, поэтому, собственно, так все и произошло. Ну, лично для меня это как призыв к тому, что все-таки сейчас получилось то, что люди выйдут. А это, я думаю, стало толчком не только для моих единомышленников, но и для всего народа, в принципе. 2 октября главный редактор издания «Коза пресс» Ирина Славина совершила акт самосожжения у главного управления МВД Нижегородской области. Ирина скончалась на месте. Спасти ее не удалось. За день до этого в ее квартире прошел обыск. 12 силовиков пришли в 6 утра с бензорезом. Ее заставили одеваться под присмотром постороннего человека. Силовики изъяли все ее записи и всю технику, необходимую для журналистской работы. Обыск проходил в рамках сфабрикованного липового уголовного дела. И Ирина была в нем не обвиняемой, не подозреваемой, а просто свидетелем. Нижегородский центр по противодействию экстремизму годами преследовал журналистку. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она прошла с портретом Немцова по Большой Покровке. На 65 тысяч рублей за якобы фейк о коронавирусе. На 70 тысяч оштрафовали за то, что на своей личной странице в фейсбуке она предложила переименовать город Шахуньев в Шахуйня из-за того, что там открыли мемориальную доску Сталину. Полиция, прокуратура, судьи пылают ко мне какой-то особой любовью, пытаются докопаться до каждого буквально слова, которое я пишу. У полиции, видимо, нет более важных дел, чем читать мой фейсбук. У сотрудников прокуратуры, как показало предыдущее дело, тоже. Ну, конечно, я связываю это со своей журналистской деятельностью, потому что я очень часто, делая свои новости или аналитику, рассказываю о фабрикации уголовных дел различных, экономических и не только. Перед самосложением Ирина Славина написала на своей странице в фейсбуке «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». В связи с гибелью Ирины Славиной у нас есть требования к власти в лице Владимира Путина, главам силовых ведомств и всем, кто может повлиять на ситуацию. Первое. Мы требуем возбудить уголовное дело по доведению до самоубийства группы лиц по предварительному сговору. Фигурантами должны стать следующие лица. Следователь Андрей Шлыков, возбудивший уголовное дело, по которому у Славину и других нижегородских активистов прошли обыски. Прокурор Николай Борозинец, давший ход сфабрикованному делу. Судья Алексей Ползунов, разрешивший обыски. Все сотрудники СК, ЦП, ФСБ, полиции и других силовых структур, которые участвовали в многолетней травле независимой журналистки. Глеб Никитин обязан использовать все свое влияние и довести это дело до конца. Или уйти в отставку. Потому что именно он несет персональную политическую ответственность за политические репрессии в нашем регионе. В отставку должны уйти руководитель Следственного комитета по Нижегородской области Айрат Ахмедшин и руководитель МВД Юрий Арсентьев. Именно их структуры под их руководством годами кошмарят политических оппонентов власти и журналистку Ирину Славину. Если вы согласны с нашими политическими и гражданскими требованиями, подпишите петицию. Ссылка на нее будет под роликом. А также помогите нам распространить этот ролик и поделитесь петицией с друзьями и знакомыми. Приносите цветы к мемориалу на месте гибели Ирины Славиной. А если не можете, присылайте их нам в штаб с 12 до 3 с понедельника по субботу, и мы сами отнесем цветы на место гибели. Субтитры создавал DimaTorzok